Книга «Открытым оком», 26-й том, тема «Грех», вопрос 3808. «Если муж иногда бывает виновен перед женой и попросит прощения у нее, то не злоупотреблит ли жена потом этим смирением мужа своего, не попытается ли всегда командовать таким мужем?» Отвечает Игнатий Тихонч-Лапкин. Смирение только возвышает голову через покаяние. Иакова 5,16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Холосином 3,19. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровым». «Я опять тебя обидел, понимаю, сознаю. Я опять тебя обидел за доверчивость твою. Вновь неловко сделал, больно я тебе. А почему? Я сказала тебе, довольна верить на слово всему. На свою ты мерку меришь и всему, что не скажи. Веришь, 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 веришь. Лгуты жены и мужи. Докажу, что лгуты дети. И не верь им ни на грош, ибо властвует на свете лицемерие ложь. «Да, — сказала ты, тоскуя. Нет, — ответил я, ликуя. — Есть на свете добрый люд. Очень многие не лгут. Почему ж ты даже тут истины не разгадала?» — так кричал я. «Я, ты, страдала». 1952 год. Леонид Мартынов. Эфессианам 1.20. Когда услышат о всем постановление царя, которое разойдется по всему царству, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большего до малого. «Я пенять на судьбу не вправе. Годы милостивы ко мне. Если молодость есть вторая, лучше первой она вдвойне. Откровение мудрее, проницательнее и щедрее. Я горжусь и любуюсь ею этой молодостью моей. Ты подарком была не более, та у всех молодых была. Эту я по собственной воле и силой собственной добыла. Я в ее неизменность верю от того, что она моя, от того, что душою своею оплатила ее сполна». Вероника Тушнова. Сирахов 27.11-19. Шатра и пред стрелою откроет колчан. Любезность жены усладит ее мужа, а благоразумие ее уточнит кость ее. Кроткая жена дар Господа и нет сыны благовоспитанной душе. Благодать на благодать жена стыдливая и нет достойной меры для воздержанной души. Я теперь на девок крепкий, и теперь одною метко я всех баб равняю, как одну. Пусть у нее во лбу семь пядей, пусть при полном препараде встречу бабу. В сторону сверну был я раньше тоже хлипкий, провожал я их с улыбкой, даже помню, год с одной жил. А теперь пройду не глядя, мне плевать, что ейный дядя раньше где-то в органах служил. Баб держу я в черном теле, а чтоб лечь в одну постель, этим меня можно насмешить. Даже если умоляя, даже в экстрем случае, очень мне трудно уложить. Почему с таким напором я воюю, с женским полом изучил я их, как свой портрет? Ведь полвека я не меньше изучаю этих женщин, и теперь мне восемьдесят лет. 1964 год. Высоцкий. Сирахов, 24, 22-36. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей, кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня. Чего мне бояться? Всевышний не воспомянет грехов моих. Страх его только глаза человеческие, и не знает он того, что очи Господа в десять тысяч раз светлее солнца, и взирают на все пути человеческие, проникают в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении. Такой человек будет наказан на улице города и будет застигнут там, где не думал. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа, и в третьем блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена перед собранием, о детях ее будет исследование, детям ее не укоренятся, ветви ее не дадут плода, она ставит память о себе на проклятие, позор ее не изгладится. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, нет ничего сладостнее, как в нем. Внимать заповедям Господним. Я хочу быть любимой тобой, не для знойного сладкого сна, но чтоб связаны вечной судьбой были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна и темна. О, пойми, о, пойми, о, пойми, в целом свете всегда я одна. Я не знаю, где правда, где ложь, я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души? Пусть другие бросают цветы и мешают их с прахом земным. Но не ты, но не ты, но не ты, о, властитель над сердцем моим. И навеки я буду твоей, буду кроткой, покорной рабой, без упреков, без слез, без затей. Я хочу быть любимой тобой. Мира Лохвицкая. 1 Петра 3, 1, 6. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиям жён своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенные сердца человека, не кленной красоте простого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, уповавши на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Выдейте её, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Кавычки закрыты. Я хочу умереть молодой, не любя, не грустя, ни о ком. Золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком. Я хочу, чтоб на камне моём, истомлённые долгой враждой, находили блаженство вдвоём. Я хочу умереть молодой. Схороните меня в стороне от докучных и шумных дорог, там, где верба склонилась к волне, где желтеет некошенный дрог, чтобы сонные маки цвели, чтобы ветер дышал надо мной ароматами дальней земли. Я хочу умереть молодой, не смотрю я на пройденный путь. На бездумье растраченных лет я могу беззаботно уснуть, если гимн мой последний допет, пусть не меркнет огонь до конца, и останется память о той, что для жизни будило сердца. Я хочу умереть молодой. Мира Лохвицкая. Иеремия 13, 18. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Сирахов 2, 18. Венец премудрости, страх Господень, прозрачающий мир и невредимое здравие, но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Субтитры сделал DimaTorzok